Валютная подушка безопасности Мы будем фиксировать рост экономики, то есть в виде ВВП, мы будем фиксировать рост объемов промышленного производства, и это будут двузначные цифры. В целом погоду у нас вырастет и экспорт. Исходя из имеющегося запаса прочности, мы и руководствовались при установлении цели по обменному курсу на следующий год. Этот валютный коридор устанавливается исходя из того, что валюта будет доступна как хозяйствующим субъектам, так и населению. Это несмотря на внешние риски, которых не стало меньше. Национальные валюты России и еврозоны основных торговых партнеров Приднестровья заметно ослабели. Ситуация осложняется и санкционными войнами на мировом рынке. Касаются они и наших ведущих предприятий, прежде всего Молдавского металлургического завода. По прогнозам экспертов, в следующем году нас ожидает замедление темпов роста мировой экономики. Но ситуация в целом по-прежнему под контролем, подчеркнул председатель ПРБ. Хотя спрос на валюту в Приднестровье действительно вырос, процентов на 20. Причины искусственные, утверждают специалисты. Информационные вбросы, которые были в соцсетях, мы четко увидели корреляцию между этими событиями, появлением вбросов и повышением спроса на наличном рынке. Это в том числе и сезонная составляющая. Дело в том, что заканчивается год. Есть у нас коридор 16-16-50 на этот год. Он полностью не пройден, поэтому люди считают, что обменный курс будет расти. Я могу сказать, что до конца года каких-то существенных изменений происходить не будет. Ажиотаж в обменниках наблюдают последний месяц. Каждый день предприниматели и простые граждане меняют рубли на американскую валюту, опасаясь интернет-прогнозов. Но после снова возвращаются в обменники, чтобы обменять доллары уже на рубли. Тем самым теряют из-за разницы в курсе. Итак, еще раз. Курс доллара в следующем году останется в рамках действующего валютного коридора. Верхний его предел, как и в 2018-м, 16 рублей 50 копеек.